Привет, друзья! Мы с вами в Калининграде Кёнингсберг Кёнингсберг Кёнингсберге Вот, собственно Там на улице просто дождик Но в Москве, в общем-то, всё засыпано Поэтому я не жалуюсь, тоже не дурно Но суть в чём? Суть в том, что я Приехала потусоваться на выходных И подумала, что задержусь В Калининграде, тоже посмотрю Но, честно говоря, я понятия не имею, что здесь делать Здесь очень много ужасных советских построек Просто очень много Ну, кстати, справедливости ради Я думала, что будет гораздо больше Так во двориках старых встречаются Какие-то интересные Интересная архитектура ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно, почему мы никогда так не строили? Ну, до революции, пожалуй, всё А после, как бы, нас пробило строить Практически один ужас Ну, да ладно Сейчас вам расскажу, в общем Куда мы едем дальше Когда мы едем дальше, покажу дальше Но сейчас пока просто расскажу, что из аэропорта Я добралась Ну, скажем так, у них такой трансфер За 100 рублей автобус Он по городу делает какие-то остановки У разных гостиниц там Можно посмотреть, можно с водителем поговорить Перед этим он вам скажет Конечная остановка у него Железнодорожный вокзал Здесь же рядом автовокзал В общем-то, здесь на автовокзале Есть кое-что более интересное Чтобы продолжить моё путешествие Сейчас вам покажу Вот это железнодорожный вокзал Калининграда Я так понимаю, основной И куда прибывают там автобусы и так далее Я зашла в торговый центр Вот, кстати, трансфер Вот он Вот этот Чё-то там экспресс Отсюда буду обратно Вылетать в Москву Короче, всё очень близко В пешем доступе И достаточно такие Совсем уж лёгкие цены Но Но есть один момент Когда мы заходили в этот экспресс Автобус Женщина какая-то была с ребёнком Спросила стоимость билета Водитель сказал 100 рублей Она такая, за одного И она такая, фу, пойдём отсюда Поедем на такси Ну, короче Это заставило меня думать о том, что Скорее всего, из-за аэропорта Не так дорого доехать на такси Особенно, если у вас несколько человек Нет смысла вообще пользоваться этим экспрессом Ну, хотя я думаю, что все уже большие девочки и мальчики Могут включить Яндекс.Такси и так далее И посмотреть стоимость до нужной им точки Ну, короче Отправляемся дальше, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Типичная улица в Гданске Чтобы вы понимали Хочется сказать, что это слишком красиво, чтобы быть правдой Я чуть такая припухла Пряничные домики Ну, короче Вот так буду, чтобы вы видели домики Так вот, идем мы обратно Куда я... Я приехала сюда на автобусе из Калининграда Стоит это 700 рублей в одну сторону Туда-обратно там даже дешевле Скидка 10% Надо вот так идти спиной Потому что тут открываются постоянно какие-то виды интересные Ну, так вот Приехала... На самом деле заявлено, что ехать Чуть там 3 часа, 3,5 в зависимости от границы Но в реальности мы ехали 5,20 То есть это, конечно... Если бы я понимала, что ехать 5,20 Я бы, наверное, обдумала Но сейчас я даже очень не жалею Короче, не жалею Действительно, потому что очень круто Блин, как круто здесь выглядят все эти парадные... Не знаю, как это назвать Крылечки О! Боже, какая красота Короче, я вчера ходила И бесконечно произносила Это я, короче, назову это в город Какая-то кафешечка миленькая Здесь их полно И это здесь повсюду Круто Ой, вы какие-то... Ой, только не дождик Нет, сегодня обещали без дождя Короче, вчера я уже поздно приехала Уже только ничего не было видно Хотя даже при этом Было очень симпатично Такие львы Пряничные домики Львы и пряничные домики Я сейчас уберу камеру Потом поснимаю вам Но рука просто мерзнет И мне нужно пока-нибудь посмотреть Но в целом Вот в таких вот тоже домах Живут себе просто люди Поляки Я вчера была свидетелем Милая польская женщина С собачкой заходила в такой домик Честно говоря, я вообще в восторге от Гданьска Он такой необычный Ну как Он просто квинтэссенция Вот европейского города На квадратный сантиметр Я так понимаю, это какой-то рыночек Ребята, это сильно То есть здесь как бы Старинное здание Здесь прямо внутри, внизу Видите Остатки старого города И теперь у тебя вот просто Как бы рынок, торговый центр Но внутри По сути историческая экспозиция Блин, вот в этом весь Гданьск То, что его восстановили Просто я снимаю шляпу Сейчас, конечно, уже это Вряд ли вообще поменять Вряд ли может кто-то прийти И сказать Нам не нужно наследие Германии И так далее Очень даже не дурненько Такое вот уютное Все такое очень уютное Честно говоря Вот смотрю на этот город И думаю Вот как в этом городе Можно стать кем-то Кроме как музыкантом Или художником Или поэтом В общем Очень когда вокруг тебя Все такое красивое Утонченное Уравновешенное Со смыслом Кем можешь стать ты? Юристом? Экономистом? Возможно В городе не так уж мало каналов Вот таких Интересно, что Такой большой каскад Видите? А это все, в общем-то, город Какие прикольные вагончики Сити-тур Закрывают их от ветра Шла-шла Думаю Какое красивое здание Надо посмотреть, что это Наверное, какой-то костел А это костел святой Катарины Оказывается Так что я завтра сюда приду по-любому Из жизни простых улочек Гданьска Вот что меня привлекает больше всего Вот этот свет Это что-то с чем-то Слушайте, честное слово Приезжаешь в Гданьске И вообще убирать камеру Это плохой вариант Потому что Со спиной красиво Впереди красиво Сбоку круто С другого боку тоже То есть, как бы повсюду Стараюсь экономить электричество Фу, батарею электричество Но это бесполезно Блин, как вот тут красиво Сейчас покажу Обещала себе не тратить батарею Что не буду сейчас вытаскивать Но как не вытаскивать фотоаппарат Смотрите, какой свет Как таким городам идет такой интересный свет Потому что эти города созданы Для такого света Такие улочки Они преломляют лучи И получается очень красиво Мы сейчас идем с вами к памятнику Нептуна И потом еще я постараюсь Если батарея не закончится Постараюсь показать здесь Вот эту самую известную улицу Во Ай, это просто Красиво Невероятно Боже Ой, меня просто плющит Я устала выходить За каждый новый переулок И говорить Ай, как красиво Ну правда, красиво Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Маленький польский Амстердам Своя система каналов Островков Тут еще правда, видите, стройка идет Но больше всего мне нравится Что они построят в том же стиле Это не будут какие-то там просто Новомодные уродские здания Которые вообще будут выбиваться Я живу вот Там Прям рождественская атмосфера сегодня Еще музычка играет Ярмарка Вот чего у нас не хватает Хотя он сейчас тоже делает Но все равно как будто что-то не то В воскресенье во многих европейских странах Ничего не работает Это насчет планирования шопинга Я сейчас в огромном торговом центре Круто украшенном И в общем он открыт Здесь ничего не работает Все закрыто Странно, да? Здесь можно тупо посидеть Поюзать интернет Ну и кстати, едаль не работает Всякие кафешки и так далее В Польше работают в воскресенье А в основном магазины не работают Но кое-какие работают все-таки Расскажу вам про две привычки в других странах и городах, которые у меня есть Значит, одна из привычек это садиться на какой-нибудь транспорт и доезжать до... Ну просто по районам ездить смотреть какой город А другая привычка это садиться на лавочку и просто слушать речь, голоса, звуки города Вот я сейчас сижу на лавочке Слава богу, погода позволяет В Москве сейчас снега и в общем-то холодно А в Гданьске плюс семь И я просто наслаждаюсь звуками города Давайте вместе! Это нарисовано на доме, чтобы вы понимали Иду, значит, я уже домой Это не я, я сзади Ну, уже, в принципе, темно, более-менее Думаю, пойду поем Купила суши с собой, пойду домой Прохожу мимо вот этого места Думаю, ну, наверное, какая-нибудь очередная церковь или что-нибудь в этом духе Смотрю, она открыта Думаю, почему? Пойду-ка туда зайду И люди так идут, не пойму, что там А это, друзья Очередное круто и правильно используемое пространство В городе Гданьск Вот они сделали в этом старом здании Смотрите, тут, короче, проходит ярмарка Очень много людей Народные всякие Творчества Очень прикольно Круто Ну, вот, как бы, своды все эти Все, все, как бы, здание отреставрировано Живет, зарабатывает деньги Мне кажется, это очень круто Может быть, сама выставка продажи Не самая крутая Но идея по использованию здания Зачет Если вам нужно ориентировать Потерялись в Гданьске Посмотрите в небо И поймите, что рядом с вами Этот главный костел Святой Марии Или как он правильно называется Я, как всегда, лучший экскурсоват на свете Я бы могла и хотела жить в таком домике До верху, чтобы он был мой Класс! И там идет служба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем пока Вдохновляйтесь Или объединяйтесь сначала А потом вдохновляйтесь Не важно Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok